Всем привет, всем привет, други! Сегодня 24 июня, пятница, вот, и уже прошло около половины дня, вот, к сожалению, ну, уже 15-40, ну, дело к вечеру. Я только более-менее оклемалась, потому что у меня сегодня ужасная мигрень, у меня сегодня вообще не сбивается человеческое давление. У меня целый день сегодня давление, оно не сбивается, я уже столько лекарств выпила, я хожу с этим аппаратом постоянно, меряю это давление. Голова болит ужасно, просто дико, я кое-как, голова до сих пор болит, но у меня полдня еще и была тошнота, поэтому я переживала, что мне станет плохо в магазине, я просто опозорюсь, никогда больше туда не прийду. Поэтому я не могла никак выйти, ну, вот. Поэтому я не могла никак собраться и выйти. В принципе, да, можно заказать доставку, доставку всего, и продуктов, и доставку еды, но я сейчас стараюсь сэкономить немножечко деньги, потому что у нас грядет несколько поездок во Владивосток, еще мне нужно будет купить ребенку учебники к школе, и у нас подписание контракта, потому что Амир еще занимается английским, он учится в английской школе, вот. И там учебники нужно покупать, вот. Поэтому я как бы хочу сэкономить и посмотреть, сколько у меня останется денег, потому что у нас будет одна поездка очень клево во Владик, вот. И хотелось бы, чтобы к этой поездке было вот максимально, вот, насколько можно, вот побольше денег. Плюс нужно готовиться к школе. Школа, честно говоря, я стартово думала, что это тысяч десять сборы будут. Честно говоря, у меня на минималочках так. С тем, что мне еще и мама очень помогла собрать Дамира в школу, она ему очень много всего купила. Вот, потому что... Что? Мама тоже очень много всего Дамира купила, когда мы собирались в школу, потому что ей хотелось сделать ребенку подарок, и ей хотясь... Ну как, мама ходит, конечно, она бабушка, да, она ходит по магазинам, это самое, гуляет, она видит какие-то товары для детей, для школьников. И, конечно, ей бы хотелось, чтобы в каких-то из этих вещей ходил ее внук. Поэтому, конечно же, она делала покупки какие-то, присылала какими-то там фломастерами, чтобы он своими ручечками брал то, что бабушка подарила, и рисовал то она, например, там, и так далее. Конечно, это, ну, приятно. Вот, я разделяю чувства, но даже с помощью мамы все равно нас ушло где-то тысяч двадцать на сборы в школу. Поэтому, как бы, деньги не лишние, и я сейчас стараюсь, в основном, сама ходить в магазины, потому что, если брать по купонам, по скидкам, по карточкам, у меня там нехилые скидки получаются. Вот, в среднем там полторы тысячи, тысяча, две тысячи, экономия идет большая, каждый раз, каждый поход в магазин, это, ну, это большие деньги. Вот, вчера у меня была экономия в одном магазине 1100, в другом магазине, наверное, рублей 500 где-то точно. И по доставке еды, вот, именно там, где мы вчера делали покупки по еде, у нас, наверное, ну, тоже не меньше, не меньше 500 рублей. Ну, короче, тысяча дверей я вчера точно сэкономила. Вот, вот так вот. Поэтому сейчас стараюсь сэкономить, ну, плюс ко всему стараюсь прогуляться, потому что лето, и погода плохая, погода каждый день дождлива, пасмурна, на площадку не пойдешь погулять, со скейтом не пойдешь погулять, никуда так вот не пойдешь. Поэтому стараюсь пользоваться возможностью просто даже прогуляться по магазинам для того, чтобы пройтись и подышать свежим воздухом. Вот. Пока что вот такая вот плохая, 10 дней вот будет нелетная погода. Поэтому стараюсь пользоваться этой возможностью, чтобы просто хотя бы пройтись, потому что на улице каждый день дождь, каждый день ветер сильный, ну, куда ты пойдешь гулять? Просто ходить по улице, тоняться? Ну, не знаю. Поэтому мы как-то пользуемся этой возможностью и стараемся выйти в магазин хотя бы. Пошли прогулялись, там, мусор заодно вынесли, в магазин сходили, то, все купили, как-то, ну, не знаю. Возможно, кому-то это чуждо, возможно, кому-то не понять, вот. Ну, обычные, простые, человеческие какие-то, какие-то радости дела обычные, вот. Я не говорю, что для меня там большая радость мусор вынести, ну, вкусненькое что-то сходить купить. Просто развеяться, пройтись, подышать воздухом свежим, вот. Пока такая погода, ничего ты с этим как бы не поделаешь. Дамир, сейчас дедушка разговаривает. Я немножко с вами поболтаю, вот. Вот, и мы, наверное, пойдем, вот, пойдем прогуляемся, фильм какой-то посмотрим. Я сегодня не очень активна, то есть, если вчера мы, вчера и вот в предыдущие дни тоже, да, обычно мы, если у меня не мигрень, вот, мы рано встаем. Мы делаем зарядку, вот. Вот, ну, я там собираю, я раньше встаю, я там помогаю собрать, там, Владимиру на работу, да, там я тормозок ему собираю, вот. Потом я с утра оглажу всем вещи или с вечера оглажу, по-разному бывает. Ну, уже Адамирчик просыпается, вот. Мы делаем зарядку, что-то пьем или чай зеленый или какао, вот. Вот, и собираемся и идем по магазинам, покупаем себе что-то на завтрак, на обед, вот, и потом занимаемся йогой, медитацией. Адамир мне рассказывает какие-то интересные вещи в плане эволюции, ДНК и прочих-прочих моментов, вот, что он интересного узнал. Потом мы играем в игры, смотрим какие-то сериалы, фильмы, мульты, вот. Один, ну, бывает, что? Один фильм, бывает полтора фильма, два, выйди. Ну, ты постучи ей сильнее, постучи, да, чтоб мне было больней по башке. Короче, один или полтора фильма, точно все. Ну, два это чересчур, там мир уже надоедает, да, или там несколько серий-сериалов, смотря, опять же, сколько там. Вот, смотрим, как я уже сказала, йогой занимаемся, медитацией, надо уже мяч погонять, футбол, баскетбол, волейбол, вот. Какие-то поделки делаем, что-то мутим, что-то чудим, что-то придумываем, видосы совместно снимаем, вот. Вот, я свои, да мир свои, или вместе снимаем, вот, вдвоем снимаемся, вот, по-разному, по-разному, чем-то вот таким вот мы занимаемся, вот. Иногда, кстати, еще зумбой занимаемся периодически, вот. Но опять же, в зависимости от того, не болит ли у меня голова, я не буду скакать заниматься зумбой, когда у меня дикая мигрень. Ну, как бы, это ежу, мне кажется, понятно. Вот, вот такие пироги. Поэтому стараемся сейчас совместить приятное с полезным и сэкономить, потому что, ну, в любом случае, вот даже если взять, там, да, вот, господи. Короче, копейка, рубль бережет. Вот, во-первых, экономим на доставках, вот, потому что все равно в доставках товары чуть дороже, плюс они берут за доставку некоторые. У меня Сберпрайм, поэтому в Сбермаркете, в Деливери и во многих-во многих других доставочках, да, у меня все бесплатно. Ну, и плюс ко всему, если брать Дудо, у них от 500, там, не знаю, ну, короче, до 600 рублей, по-моему, там нужно заказать, вот, или в этом, в Просто Пицца, там, по-моему, до 500 рублей. Ты заказываешь что-то, и доставка бесплатная. В принципе, меньше, мне кажется, и не закажешь с ценами такими, да, поэтому понятно, что Пицца Просто, Дудо, тоже бесплатная доставка, вот. Но, но, например, если брать KFC, то сходите в сам ресторанчик, да, там, получается, дешевле, и больше позиций можно брать. Вот, вот, лонги, вот эти, которые я брала, или как они называются, и чизбургеры, которые я вчера брала, их в Деливери нет вообще, а в самом KFC есть только чизбургер, но он дороже, короче, это самое, в приложении KFC, нежели чем в самом магазине. Нет некоторых позиций, и, ну, как бы дешевле, короче, самому сходить, поэтому я же говорю. И дышим свежим воздухом, и экономим копеечку к покупкам к школе и к поездкам, потому что все равно приятнее использовать эти деньги, как я считаю, в поездке, сходить на каких-то качелях покататься, заплатить, сходить в океанариум или еще куда-то. Мне кажется, что гораздо приятнее эти деньги использовать так, нежели чем просто заплатить их доставщику. Ну, плюс ко всему воздухом свежим подышать, пока на улице ливни. Нет, если бы на улице был тайфун, конечно, я бы не выходила, я бы, скорее всего, заказала доставку. Вот, или вообще, в основном мы узнаем о том, что тайфун будет заранее, я стараюсь закупиться на несколько дней, чтобы не выходить на улицу. То есть, если тайфун, если погода прям ужасная, ужасная, если прям или зима, и будет прям дождь, вот такой вот ледяной, вот прям как сосульки падают, короче, серьезно. Вот, очень странное такое явление, вот прям ледяные капли, как лед падают. И моментально леденеет прям одежда, вот покрывается, как будто корка льда. В основном, в основном, да, можно тут сказать, что-то доставщиков не жалеешь, что хочется приезжать в такую погоду. Вот, ну, это их работа, к сожалению, кто на что учился, такова жизнь, вот. Я в такую погоду тоже выходила на работу, когда я работала не на фрилансе, и муж у меня тоже ездит на работу в такую погоду, что ж тут поделать, вот. Но я в основном, в основном, мы узнаем об этом заранее, и я заранее могу сходить и затариться на 3-4 дня. Мы как-то вообще была ужасная погода, Володя был в командировке, мы с Миричем пошли, рассчитали, что нам нужно купить, и мы скупились на 5 дней. И 5 дней мы не выходили вообще на улицу, потому что была ужаснейшая просто погода, просто, ну, жуть, жуть была. Поэтому мы купили большущие мешки для мусора, чтобы вообще на улицу не выходить. Мы купили хлеб, все-все, вся еда, все вкусняшки, все, чтобы было впрок. И как-то так, как-то так прожили эти 5 дней, вот, вообще не выходя на улицу. Как распогодилось, все, я бегом выносить этот мусор и так далее. Ну, в общем, вот так, спасибо, что поболтали со мной этим прекрасным, хотел сказать, утром уже 15.51. До новых встреч, мы пойдем делать покупки, вкусно кушать, и смотреть фильмы, и отдыхать, потому что очень болит голова. Мне еще в аптеку нужно сходить. В аптеку за меня никто вот не сходит, ни одна доставка в этом городе не работает на то, чтобы привезти лекарства. Их можно заказать и получить их в аптеке, но привезти, к сожалению, никто не привозит лекарства. Вот, это большой минус, конечно. Вот, поэтому обычно моя доставка лекарств до Володька, если я совсем загибаюсь. Все, пока-пока, до новых встреч.